Участников, почему заразить. Я там кому-то отказал уже, то есть сказал, что в следующий раз, да, на самом деле они могли бы сыграть сегодня, поэтому вот, то есть это должно быть мера ответственности, потому что если кто-то в последний момент особо не приезжает, то это вот очень мешает всем нам. Так, Павел Зубков, самый смелый. А, и вот еще один момент, я не знаю, это все присутствие, на прошлый раз говорил, поскольку как раз вот была история с Александром Васочанским, что сейчас вот говорю, что мы все снимаем, да, но что снимется, естественно, бывает разное. И если кто-то заранее не хочет, чтобы его, там, аудио, видео и прочее куда-то попало, вы пишите и говорите об этом, то есть не молчите. То есть если вы знаете точно, что что-то плохо сыграли, посмотрите, потому что я вот даже в прошлой студии мы выложили видео, и даже еще не все подписали. Опять же, тогда, может быть, не стоит их выкладывать вообще. То есть просьба, просьба, как бы, следите за вот материалом, который у нас появляется в ВКонтакте, как-то смотрите, да, и если что-то не так, вы сразу пишите. Мы все уберем, что не надо. Вы готовы? Ну, вроде да. Горемышная. Да, кстати, вот то, что я говорил, что стучать можно, это ко всем песням относилось, если что. Свистеть можно? Пожалуйста. Еще минуту. Нифига она не так настроена, как надо. Как скитается горемышная, да и течет ее, песня зышная, да и течет ее, дождь размашистая, поистерла все, сердце начисто, поизбыла все, мысли добила. Все, что добыла, то сподобила, все, что бедала, то и выбила. Не у капища злого идола, не у кладбища злой калинчицы. Никого уже не достанется, кто погонится, кто погонится, кто позарится, а позорится, а в груди ее тлеет зорица, а поверх ее тряпка лыжная, из китайца горемышная. Грустью мается, грязью моется, прозвени по ней, птица троится. Пробуди ее, боль гулящая, неизбытная, настоящая, неподдельная, неподсудная, где печаль лежит семипутная, где ютоль лежит позабытая. Пусть отмучится, неотмытая, пусть отплачется, неотпетая, да сама себя исповедуя, да в себе сама похоронится, если до смерти не дотронется, если до неба не дотянется. Где оступится, там останется, где умается, там умоется, кто покается, успокоится. Что-то никуда не попадал вообще. Спасибо. Сейчас еще такой Димаш, наверное, совершу. Я уже пел однажды песню «На чужие стихи», и я хотел уже с этим завязывать, потому что это как бы искушение, какая-то легкая дорога. Вроде так и писать ничего не надо, и материал уже, как бы люди писали, ну, нормальная там, не мне что-то, скажем так. Вот, так что, вот я вот дал себе за рог уже слишком сильно этим не увлекаться, вот, но сейчас что-то я не придумал, что еще можно спеть. Надеялся новую, успеть писать песню, не успел, так что, наверное, спою песню на стихи Бориса Пастернака «Разлука». Скоро будет сматрит человек, Не узнавая дома, Не узнавая дома, Ее отъезд был как побед, Кругом следы разгрома, А всюду в комнатах хаос, Но от меры разоренья Не замечает, Не замечает из-за слез, Не замечает из-за слез, И приступами грени, В его ушах какой-то шум, Он в памяти и грезит, И почему ему на ум Все мысль о море ледит? Ух! 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 Не видно окне, не видно света Божья. Безвыходность тоски вдвойне, с пустыни моря схожа. Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близки берега, В середине ей прибоя. Как затопляет камыши Волненье после шторма. Ушли на дна его души Ее черты формы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пробежье Свещества, опасности минуя, Судьба несла, её несла, И пригнала вплотную. И вот теперь её отъесть, Асистыны, быть может, Разруха их обоих средств, Да сказка с тями кожи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Понятно. Так, Алексей, ну, ладно. Алексей Полубота, напоминаю. Я, кстати, с предыдущим выступающим хотел бы немножко, так сказать, поспорить в плане, что, мне кажется, петь надо настоящих поэтов, они в этом очень нуждаются. Я сейчас, в частности, хотел бы спеть песню на стихи Николая Тряпкина. То есть он известен в литературных кругах, например. Некоторые критики его считают вообще последним классиком XX века, наиболее крупным русским поэтом. Но, к сожалению, он гораздо менее известен, чем тот же Пастернак, вот, исполненный. Ну, мы с компанией единомышленников пытаемся как-то популяризировать творчество. Ну, в частности, песня называется «Притча о Ванке одноличники». Одноличники, тут, может быть, некоторые молодые люди так не совсем в курсе, одноличники, одноличники – это были крестьяне, которые отказывались вступить в колхозы, многие из них за это жестоко поплатились, были там в Сибирь угнаны и так далее. Вот последствия той трагедии, которая называется «Раскулачивание», я думаю, что мы до сих пор в чем-то расхлебываем. Ну, вот об этом, это стихотворение, которое я так положил на простую музыку. Все сумею, все смогу, все найду, А тележка на железном ходу, А на привязи конек и грунок, А домишка золотой шеломок, Ходит Ванька, на колеса глядит, Ухмыльнется, Да припылясывает, Зверь курицы, Даешься нарком, Погорцуем перед красным крыльцом, Что за нэп, Что за хлеб, Что за вцик, Ходит Ванька, Сам себе большевик, Что ни слова-то рублев на пятьсот, А сынишка, погоди, подрастет, Ходит Ванька, Да посвистывает, Да делишки всем подыскивает, Да все колышки Постругивает, Постругивает, Да жену свою поругивает, То ли год, То ли век, То ли два, Где ты, Ванька, удала, Голова? Запропал ты где-то там, Ой-ой-ой, Душу грешную, Господь, Покой! А до Мишка, Да подвис корешок, Подкрывал золотой Петушок, Зашумела, Зацвела, Трынь, Трава, Где ты, Ванька, Удала, Головам, А сынишка, Вот с такой бородой, Целый день сидит за кружкой пивной, Дует пиво ради притчи сиян, Святый Боже, Все мои люди твои. Такая притча. Еще, еще, наверное, да, Можно песню, Тут вроде по две все пели. Я, правда, не готовился, Но такая, раз уже, Можно две, Коротенькую, Такую, Под октябрьское Красное настроение. На исходе Октябрь И все дальше, Увы, Уплывает корабль Из приютной листы И плеча деревьев Машут ветками вслед Полюбившим кочевьям Возвращение нет, Льет безжалостный ветер Облаков паруса И на всем белом свете Черная полоса На исходе октябрь Глоя осенний обед Беззащитный корабль Уплывает в закат Спасибо. Спасибо, полубава. Так, Алексей, Кто у нас готов? Давайте, Полина, Надо что-нибудь повеселее, То как-то у нас пошло В сторону уныния. Кстати, вот с этим сложно. Ну, Мы потом за столом повеселим. Хорошо. После чая как-то, да, Все прям улыблено. Микрофон он там нужен для живого звука. А, он все-таки нужен, да? Ну, он, да. Ага, хорошо. Он не клавенствует, но... А, ну он тоже имеет место быть. Хорошо. Вот с собственными веселыми песнями У меня все плохо, Поэтому, ну, потерпите чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Не с том, о том, что было, Не сло, о том, что будет. Обеды покрылись пылью, Обиды лежат на блюде, Победы несят на ветках, Им зреть, пока не сорвали. Ответов чужих, Объедки ответов Мудрее не стали. Плачь, смейся, взахлеб, Пей дождь, Встань под холодный душ, Пой чушь, Или уйди в ночь, Но ни слова о том, Что будет. И снова замкнулись стены так, Словно замкнулись веки, Навеки остаться в степи. Затем, чтоб скучать по этим, Я затемно вышла в люди, Но в людях жила усталость, Ни слова о том, что будет. А что же еще осталось? Плачь, смейся, взахлеб, Пей дождь, Встань под холодный душ, Пой чушь, Или уйди в ночь, Но ни слова о том, Ни слова о том, что... С Cuой дождь, Ты уйди в ночь, Ты уйди в ночь, Но ни слова о том, что будет. Ты уйди в ночь, Ты уйди в ночь, Ты уйди в ночь, И уйди в ночь, Зверь закат плакает медленно Воду теплую речную Разметалась криво медная Хочешь кривую расчешу я, Но за тучу солнце прячется Вот и день из жизни выпал Не б заплакать, да не плачется Зверь закат все слезы выпил Так бесславно и так буднично Разминулись наши тени Разлучив, была я с будущим За минуту до прозрения Между крышами и лужами Вроде трогает колоколь Если вздрогнет мир разбушенный Зверь рассвет во всем виновен А-а-а-а-а А-а-а-а Ефименко, так, Тимур, да, Тимур и у нас Александр, правильно, встались, из-за явных. Нас сегодня меньше, потому что вот я, у нас в прошлый раз было просто прям чуть-чуть даже больше, чем надо было, и в этот раз я уже пытался, так сказать, ограничить круг участников, но вот участники сделали еще хитрее, взяли. Да, и последний момент, что вот самое, вот обито, когда в последний момент, когда уже никого не можешь заменовать, сегодня еще хоть у нас Евгений Сгодов оказался, вот это самая подстава, это уже ничего сделать нельзя. Так, Тимур. Ну, повеселее-то повеселее. Не, не говори прям, что-то такое невероятное. Я медиатором буду рубать, чтобы, так что, если можно, потише. Сейчас. Взял у супруги гитару, потому что моя сломалась, а тюнера здесь нету встроенного. Песня недавно написанная. Песня недавно написанная.